так лори мазин кайзер 100 рублей маргана привет а ты смотрел фильм платформа страшилка которая получила премию горе нет не смотрел она по описанию по ходу по описанию похоже на кубы при этом выглядит как нечто коммунистическое поэтому я не стал смотреть я такой вообще не очень люблю лёха-лёха 100 рублей анатолий привет у тебя на главной странице на твиче картинка с дугиным и хайдеггер им в центре как-то к ним относишься и почему ты поставил в центр я в целом положительно отношусь к другину и на меня очень повлиял хайдеггер и в изложении дугина и в западных изложениях тоже только не в изложении бибихина вот то есть да я в целом другину отношусь скорее положительно то есть он очень толковый специалист в ряде областей то есть континентальная философия социология значит и неоднократно говорил что так называемая консервативная оппозиция вот эти все как бы люди они смеются над дугиным все все националисты постоянно смеются над дугиным на тему того что он говорит какие-то странные вещи там про великую мать и так далее проблема в том что те вещи которые он говорит вот и там про феминизм про всякое такое это во многом тот же дискурс который преподается менеджерскому классу менеджерской прослойки по всему западному миру будь то как западному англо-американскому плюс еще западноевропейскому миру то есть вот эти вещи про всякие гендеры про мультиполярность про много культурность и так далее базовская антропология это по сути дела мировой интеллектуальный мейнстрим то есть это это то что сейчас котируется почти универсально а классический национализм равно как и это национализм или вообще-то национал социализм не котируется нигде то есть вот как раз безумные вещи которые горит дугин периодически они сейчас важны а вот вещи за которые выступают люди которые его критикуют нет единственное что у дугина есть абсолютно искренне и искреннее неприятие научного научного скажем так взгляда на природу человека ну там генетического детерминизма и так далее то что он искренний сторонник базовской антропологии социал-конструктивист это эта проблема на но все остальное про то что космоса нет он водой наполнен это нормально абсолютно ты к среднему менеджеру в большой компании там подойди скажи вот да ты знаешь что на банке монстр сейчас монстр нет рак стартока вы знаете три линии на банке монстр ты знаешь что на банке монстр вот эти три линии они обозначают еврейскую букву который по гематрии соответствует числу 6 поэтому там 666 и вместе с этим это три гвоздика в руках и ступнях иисуса и энергетик называется монстр то есть зверь и человек такой да правда я не знал если нихуя себе он перейдет на рок-стар в итоге чего думать то есть это причем то обычно это обычное явление то есть на тебя не посмотрят как на ебнутого и не выгонят ниоткуда за такие разоглачения я об этом прежде всего то есть то что выглядит как какой-то параноидальный бред это как раз норма просто ну я я как бы не хочу сейчас значит изображать для себя что-то чем я не являюсь но из дома надо выходить я не имею ввиду буквально выходить из дома я не имею ввиду просто для галочки выйти из подъезда пиво купить да или там съездить в качестве туриста до туристов черт мясо ебаное съездить в качестве туристов хуйню тоже не считается я имею ввиду выйти из дома в том плане что но мы при капитализме живем выйти из дома я имею ввиду в офисе поработать посмотреть как выглядит корпоративная жизнь в принципе то есть что такое нетворкинг и так далее посмотреть в принципе как выглядит капитализм изнутри то есть вот как 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 какого работать в большой корпорации так далее это 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 на за это вот то что я имею ввиду по крайней мере по тем что надо выходить из дома то если вы будете работать на какую небольшую корпорацию вы поймете что во первых любая корпорация это совок всегда это ёбаный совок то есть ну давайте я сейчас сошлюсь на авторитета стендап медисона про эльдорадо помните у таких компаний действительно есть гимны то есть вот в стендапе медисона даже если он не работал в альдорадо никогда там отображена такая вполне себе истина равно как и фильме по столу вибола то есть это любая корпорация это вполне себе такой совочек и в этом совочке господствуя типичные совочковые значит полагания так скажем то есть люди верят в какую-то совершенно мракобесную ересь никто ничего не знает об окружающем мире то есть у меня например администраторы которые со мной работали не знали что такое и deal 2018 году айсис по-английски запрещенная много где организация и такого полно просто современной корпоративной жизни совершенно другую модус полагания то есть вот в науке в науке и в какой-нибудь классической философии и в религии в традиционной религии так далее полагание это когда ты просто считаешь что что-то истинно то есть ты например можешь полагать что у тебя в руке банка и это полагание она может оправдаться может нет на то есть у тебя есть какие-то причины полагать что у тебя в руке в банка ты ощущаешь тогда ли ты считаешь что утверждение о том что у тебя в руке банка истинное полагание в корпоративной жизни устроена не так когда что-то полагает менеджер это как правило это делится полагание делится сразу на два типа кулер ток то есть разговоры у кулера с водой то есть это такой расширенный small talk то есть это когда small talk поглощает содержательную коммуникацию ты когда из другой среды попадаешь корпоративную среду ты через какое-то время осознаешь что ты вот что-то говоришь что-то пытаешься рассказать у тебя какие-то знания могут быть ты рассказываешь что-то что тебе кажется интересным может там по про религию какой-нибудь и так далее и тебе не просто кивают там улыбаясь и так далее карикатурно нет с тобой поддерживают разговор но потом ты понимаешь что это на самом деле был small talk и что на самом деле твой разговор он выполнял функцию просто проверки подачи сигнала можешь ли ты в принципе говорить почему в конце почему в конце американского психопата он сознается во всех своих убийствах и так далее но у него все равно в итоге ничего не получается то есть но объяснение создательницы объяснение авторки этой книжки мы вынесем сейчас за скобки до чем на все с моей точки зрения не с точки зрения автора у него не получается в действительности признаться даже при том что он все говорит как есть кого он убил кто там умер так далее не получается признаться потому что все поглощено small talk все поглощено фактически фактической функции языка то есть то что обычно в любой другой среде в любой другой среде в любой другой топике в любом другом дискурсе сводится к разговору о погоде когда ты на остановке заводишь рядом с тобой сидит бабка и либо она заводится либо ты с ней заводишь разговор о погоде чисто чтобы понять что она не крипер как бы да который тебя сейчас палкой ебанет потому что бывают сумасшедшие люди правильно а чтобы понять что она способна говорить то что больше ну зачастую люди просто заводят разговор чтобы понять что рядом с тобой находящийся человек в адеквате то есть в неудобной ситуации человек заводят разговор зачем он это делает не для того чтобы отвлечься для того чтобы понять что он разговаривает во первых не с мебелью во вторых не с скрипером то есть собеседник на самом деле не кот не гигантский паук и так далее люди часто начинают говорить о всяких праздных вещах когда боятся например проверка сигнала это как щелчки по микрофону то есть вот этот это в любом другом дискурсе в корпоративном дискурсе корпоративном дискурсе это фатическая функция языка поглощает собой другие функции языка она замещает все остальное то есть то что в принципе в любом другом дискурсе было бы содержательным разговором там будет все равно на уровне проверки сигналом потому что в корпоративной среде ну твой непосредственный начальник он должен учитывать самые маленькие мелочи касающиеся во первых твоего характера твоих лидерских способностей и твоего душевного состояния и поэтому разговор может идти о чем угодно но суть этого разговора в том что тебя постоянно проверяют на твою способность говорить так как должно говорить в этой среде не важно что ты говоришь при этом на самом деле не важно вопрос какое твое мнение о криптовалюте это не вопрос о криптовалюте на самом деле так вот полагание в корпоративной среде устроена совершенно не так отчасти из-за этого то есть отчасти из-за того что большая часть разговоров и соответственно большая часть размышлений у людей в корпоративной среде не являются рассуждениями о том о чем они являлись бы почти любом другом дискурсе поэтому эта среда она для огромного количества людей просто неприемлема поэтому у нас в американском обществе есть например выживальщики которые в лесу живут составе парамилитаристских групп потому что они не хотят встраиваться скажем так капиталистический мейнстрим они в него встраиваются но они в него встраиваются по-хорошему покупая оружие патроны тушенку там так далее на бомберу вас живут ну нет не у на бомбера выживальщики но огромные отряды просто людей с боевым огнестрельным оружием полно у нас ну и половина сумасшедших это просто люди которые не встраиваются в так называемую успешную жизнь да и большинство этих успешных людей которые встраиваются в корпоративную хотя бы просто в офисную жизнь они на препаратах сидят постоянно на стимулирующих препаратов и на антидепрессантах на самых разных препаратов и это абсолютно нормально в этой среде как по-английски будет survivalist называется выживальщик это как раз калька с английского survivalist это типичная американская тема выживальщики вот о чем бишь я ах да вопрос то вообще был про дугина так вот вот это вот тейки дугина которые могут показаться безумными абсолютно безумными так у нас по моему стриму пол нет тейки дугина которые могут показаться абсолютно безумными они на самом деле как раз нормальны для общества 21 века дугин то как раз в порядке то это это мы с вами не в порядке вот я об этом поэтому да мое отношение к дугину скорее положительное хайдеггер хайдеггер на меня повлиял очень знатно в свое время до хайдеггер на меня повлиял и в изложении дугина и в изложении западных интерпретаторов этого самого хайдеггера вот сартра я не люблю а сейчас танцуем а сейчас танцуем а сейчас не владеет не владеет не владеет